Добрый вечер, дорогие друзья! Древние греки считали, что если лечь спать в белых одеждах, то будут сниться прекрасные сны. Ну, возможно, умнее не придумаешь, но у меня есть подозрение, что как минимум 8 человек, прошедшие ночью, вне зависимости от того, в какой одежде они легли спать, спали не совсем спокойно. Потому что уж слишком сильным было волнение перед игрой, перед первой в их жизни отборочной игрой в белом сезоне интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Восемь команд, сформированных по профессиональному признаку, вновь встретились в следующем сезоне, который, как вы помните, мы назвали белым для того, чтобы определить, какая же из этих команд представит свою профессию наилучшим образом. А какой же из них скажут в конце концов «Умнее не придумаешь», какая же из этих команд завоевает почет, славу, уважение и, разумеется, какие-то материальные ценности. На этот раз победители сезона будут награждаться призами от партнера программы открытого акционерного общества «Витязь» – крупнейшего многопрофильного предприятия. «Витязь» – это современная цифровая техника для вашего дома. Надоело плохое качество приема телепрограмм? Для уверенного приема цифрового сигнала используйте наружную или комнатную антенну «Витязь». Просты в установке, надежны в работе, отличное качество изображения и звука. «Витязь» – новое качество цифрового телевидения. Ну и вот уже пришла пора представлять команды. Именно так поступайте. Уже в разгаре этот белый сезон и уже формируется, поверьте мне, сезон следующий. Так что присоединяйтесь к нашей отличной компании, очередных членов которой я сейчас с удовольствием представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня в синем углу нашего интеллектуального ринга находится команда «Сокровища Агры». Партнер команды «Сокровища Агры» в интеллектуальном шоу «Умнее не придумаешь белый сезон» – «Бел Агропром Банк». Ну а противостоит им в красном углу нашего интеллектуального ринга команда, которая называется «Политологи», и она, что характерно, состоит из политологов. Ну а теперь давайте попросим капитана наших команд познакомить нас с их коллегами поподробнее. Итак, Вячеслав, я прошу представить команду «Сокровища Агры». Добрый вечер, дорогие друзья. Я представляю нашу команду, команду «Сокровища Агры». Аня – интрига нашей команды. Ее девиз «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Женя – для друзей Евгении, для близких друзей Евгений Викторович. Это стабильность нашей команды. Девиз Жени «Всегда, везде, всюду, хочу, могу и буду». И Сергей. Сергей – это рассудительность нашей команды. Сергей всегда прислушивается к себе, ведь с хорошим человеком всегда нужно советоваться. АПЛОДИСМЕНТЫ Капитан нашей команды Слава. Если вы будете себя хорошо вести, то Слава придет и к вам. Ну и девиз нашей команды мы хотим сегодня озвучить. Белый фронтбанк – одним из цветов нашего банка является оранжевый. Оранжевый цвет – цвет позитива. И мы всегда за море позитива. Жизнь – игра, играй красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно. Я только для того, чтобы подставить все точки над «и», лишний раз хочу убедиться в том, я правильно догадался, что сокровища Агры имеют отношение не к Индии, а к Агропромбанку. Ну, замечательно. Итак, еще раз аплодисменты команде «Сокровища Агры». АПЛОДИСМЕНТЫ И переходим к команде политологов. Дмитрий, пожалуйста, представьте свою команду. Вы такой серьезный, Дмитрий. Ну, об этом мы… А Дмитрия мы узнаем потом, как вы поняли. А сначала Дмитрий представляет своих несерьезных коллег. Добрый день. Рядом со мной Вероника. Вероника обаятельная и привлекательная. Алена… Алена у нас креативная и активная. И… АПЛОДИСМЕНТЫ И Вероника – душа нашей команды. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а теперь, девушки, пожалуйста, столь же нежно попытайтесь охарактеризовать своего капитана Дмитрия. Хотелось бы представить нашего капитана Дима. Дима довольно яркий, неординальный человек, который, мы очень надеемся, способствует нашей победе. Я понял, что он будет отвечать на вопросы. Потому что там душа, креатив, еще что-то. Но кто-то же должен на вопросы отвечать. Друзья, вот в таком неординарном составе мы начинаем третью отборочную игру белого сезона «Интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Поехали! Итак, это «Интеллект-шоу «Умнее не придумаешь» и первый раунд, который так и называется «Интеллект-старт». Это означает, что сейчас каждая из команд-участниц получит по 100 секунд для того, чтобы ответить на максимальное количество вопросов. И по жребию начинает у нас отвечать на эти каверзные вопросы за свои 100 секунд команда «Политологи». Готовы? Да. Ну, замечательно. Поехали. Птица, которая отличается умом и сообразительностью. Говорун. Говорун, верно. Как называется член предложения, отвечающий на вопрос «Кто или что?» Подлежащая. Подлежащая, правильно. Кто автор романа «Отцы и дети»? Тургенев. Тургенев, правильно. Листья какого растения приносили индейцы Колумбу наряду с золотом? Табак. Табак, правильно. Какая великая советская актриса носила прозвище «Фуфа»? Раневская. Раневская, правильно. Фаина Раневская. В США это штат, а в Мексике полуостров. Флорида. Нет, Калифорния. Какой сказочный наемный работник смог перехитрить даже чертей? Алладин. Нет, балда. Из-за недостатка чего возникают такие болезни, как цинга и берибери? Витамин С. Витамины, правильно. Какой остров является самым крупным в океане? Зеландия. Новая Гвинея. Впервые она была продемонстрирована 25 марта 1983 года во время исполнения песни «Билли Джинн». Дальше. Лунная походка. Какую фамилию носил герой Мироновый из фильма «Бриллиантовая рука»? Козлодоев. Козлодоев, да. Козлодоев его так Папанов звал. По-немецки это лесной рок. Дальше. Волторна. Как называется красно-желтая краска, которая добывается из листьев лавсонии? Хна. Хна, верно. Какое транспортное средство стало символом Венеции? Гондола. Гондола, правильно. Извержение какого вулкана в 79 году полностью уничтожило город Геркуланум? Везувий. Везувий, правильно. Что на Северном полюсе продолжается 176 суток? Полярная ночь. Верно. В каком по счету стуле Остап Бендер и Киса Воробьянинов нашли бриллианты? В 12-м. Ни в каком. Они их вообще не нашли. Как мы назовем развернутое высказывание одного лица? Монолог. Монолог, правильно. Какая столица, самый высокогорный город в Африке, нам уже не важно. Потому что 18 вопросов было задано, 12 вопросов нашли ответ. И это замечательный результат. Друзья, команда, которая назвала себя политологи, как вы поняли, является не только политологами. И они много чего, много о чем знают. Но, собственно, у меня нет сомнений, что то же самое мы сможем сказать и о банкирах, которые у нас составляют команду сокровища Агры. Они тоже наверняка знают не только о финансах. Итак, готовы? Поехали. Кто является семикратным чемпионом мира Формулы-1? Шумахер. Совершенно верно. Переведите фразу. Вене в виде витсы. Пришел, увидел, победил. Пришел, увидел, победил. Кто составил кампанию трех мушкетерам? Трем мушкетерам. Д'Артаньян. Д'Артаньян, верно. После Шекспира эта писательница самая переводившаяся из английских авторов. Агата Кристи. Агата Кристи, верно. Какую реку обожествляли египтяне? Нил. Нил, верно. Как называется член предложения, отвечающий на вопрос «когда?» Обстоятельства. Обстоятельства, правильно. Назовите главного министра Пруссии, спровоцировавшего в 1870 году войну с Францией. Значит. Отто фон Бисмарк. Скажите по латыни «помни о смерти». «Момент о море». Верно. Как звали главного героя фильма «Берегись автомобиля»? Деточки. А звали? Юрий. Юрий, правильно. Как называется ответная игра с целью доказать победителя свое преимущество? Реванш. Реванш, верно. В каком городе в октябре 1863 года был создан союз любителей футбола? Лондон. Лондон, верно. Какого ученого Пушкин назвал нашим первым университетом? Ломоносов. Верно. Сколько раз летал в космос Юрий Гагарин? Один. Правильно. Какой знак представляет собой три нуля, расположенных на разной высоте и разделенных косой чертой? Промилле. Сколько кругов ада в божественной комедии Данте? Семь. Девять. Какую часть тела следует зажать, когда пьешь воду, спасаясь от икоты? Нос. Нос, правильно. Кто в мультфильмах о простоквашене озвучивал кота Матроскина? Табаков. Табаков. Олег Табаков. В каком магазине вы можете купить старые книги? Букинистические. Какой баварский замок помог Уолту Диснею создать дворец спящей красавицы и эмблему своей студии? Дальше. Ной Швайнштайн. Она посвящена 18-летней графине Джульетте Гвичарди. Не будем мы об этом дальше говорить. Кто там чему посвящен? Потому что 19 вопросов было задано, 15 нашли правильные ответы. Во-первых, это великолепный результат сам по себе по абсолютной величине. А во-вторых, друзья мои, разрыв между командами, столь небольшой и, так сказать, адекватно обозначающий исключительно азарт соревнований этих команд, обещает нам замечательную и интересную игру достойных соперников. Вперед! Меня зовут Михаил Марфин, и это интеллект-шоу «Мне и не придумаешь». Второй раунд этой игры называется «Интеллектуальная азбука». Это означает, что сейчас за моей спиной будет одно с другим возникать изображение, которое нужно будет расшифровать. Все наши изображения всегда объединены единой темой. И на этот раз эта тема будет... Все замерли, кто-то не любит спорт, кто-то географию, кто-то еще чего-то. Но, дорогие друзья, все мы так или иначе знакомы с бытом. Именно быт будет сегодня объединять... Вот, что-то заволновался Вячеслав. Видно, к быту человек в красной бабочке, практически в смокинге, не имеет никакого отношения. Ну что ж, ну что-то вспомнит даже Вячеслав. Тем более, что все-таки в командах есть совершенно разносторонние люди. Вы же помните, как они друг друга представляли. Поэтому поехали. Итак, буква «А». Вот лучше всех знакома с бытом в команде «Сокровища Агры». Видимо, Анна. Анна, что это? Авоська. Это Авоська. А, кстати, знаете, откуда пошло слово «Авоська»? Оно пошло из миниатюры Аркадия Райкина. Правда, я был удивлен. Он говорил, у меня в руках авоська, а авоська я в нее что-нибудь положу. Потому что в советские времена человек выходил с этой авоськой. Что таскать, если непонятно, положишь ты в нее что-нибудь или нет. Может быть, поэтому эта авоська и вышла в наши времена из употребления. Тем не менее, ответ правильный, и Анна приносит своей команде очко. Буква «Б». Кто это, Анна? Бойлер. Бойлер, совершенно верно. Не путать с бройлером, который не имеет никакого отношения к горячей воде, а напротив просто курица, которая растет 72 дня в птичнике. Буква «В». Ну, специалист вот по подобным, видимо, агрегатам Сергей. Вафельница. Вафельница, совершенно верно. Вы пользовались когда-нибудь или просто вафли любите, Сергей? Любите вафли или пользовались вафельницей? Вафельницей. Понятно. Люблю рассматривать такие картинки, правильный ответ. Хорошо. Буква «Г». Сергей любит рассматривать и такие агрегаты, видимо. И что, Сергей, это? Дверной глазок. Дверной глазок, абсолютно верно. Так, буква «Д» у нас впереди. Смотрим на картинку. И... Ура! Вероника. Дуршлаг. Дуршлаг, совершенно верно. Вероника прорывает бытовую такую, так сказать, оборону соперников. Ну, сейчас, сейчас, конечно, политологи дадут буква «Е». Ну, в общем, никто не дал. А, нет, Евгений? Это яндова. Яндова. Правильно, да, это старинная кухонная утварь такая, удивительная. Просто признайтесь, откуда вы знаете, Евгений? Вы же такими штуками пользуетесь? На ум пришло, никогда не использовал. Ну, может, не в банке, но в команде как-то так. Ну, хорошо, поехали дальше. Буква «Ж». Ну, тут лес рук, но побеждает Сергей. Жалюзи. Жалюзи, кстати. Если правильно, то жалюзи. Буква «З» у нас впереди. И вновь Сергей. Ну, тут понятно, я даже не буду спросить, откуда он знает. Так что это? Запонки. Запонки, совершенно верно. Такой предмет быта. Буква «И». Алёна. Иголка. Ну, игла, иголка, да, боже, какие познания. Буква «К». Евгений. Это кондиционер. Это кондиционер, действительно. Что уж греха таить. Буква «Л». Ну, тут опять не вызвало вопросов изображения, но победила Вероника. Лейка. Лейка. Вы на огороде часто бываете? Да? Привет. Политологи у нас по огородам шастают. Вот так вот. Везде шастают. Буква «М» следующая. Как это называется, Вероника? Выскочила. Ну, забыли, ничего страшного. Да, а кто знает из команды соперников? Любой может ответить. Ну, может, вы скажете предварительно какое-нибудь слово на «М»? Нет, вы забыли просто все слова на «М». Я понял. Мунштук. Мунштук. Ну, поехали дальше. Буква «Н» нам предстоит. евгений что это я думаю что это ночник ночник совершенно верно да что так вот прям такие затруднения буква о если мне не изменяет память дальше следует в алфавите что это вероника обруб как обруб обруб нет это не обруб это вот видите вам показано место стрелочкой да которая вот как это место обувь совершенно верно вячеслав знает что это обувь часто пользуетесь понятно ну хорошо буква п тогда выигрывает евгений это пижама это пижама друзья мои буква р у нас дальше как называется и тут евгений знает это рубанок бывало че оденешь пижаму возьмешь рубанок и значит и иду да и думаешь что же у нас там такое на букву с ну евгений и что же у нас там такое на букву с салонка салонка вот занервничали что-то у нас девушки политологи особенно алена которая специалистка по иглам швея мотористка буква т сергей трюмо трюмо хорошо правильно трюмо буква у нас впереди анна это ухват абсолютно верно а дальше у нас следует буква f евгений я подумал что это фритюрница но вижу что это фритюрница но ну так вы это ответ что я подумал что это фритюрница другие варианты уже видимо не будут понятно вы подумали что фритюрница она не фритюрница она подумала что она не фритюрница ну фрэнч пресс совершенно верно дмитрий блеснул знаниями хотел сказать французского да но английского на самом деле буква х браво вероника вступает в игру на букве х холодильник 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 да но что у нас там дальше буква ц пожалуйста анна это циферблат циферблат совершенно верно буква ч у нас следующая и вячеслав чайник чайник со свистком но это уже уточнение которое не принесет вам дополнительных баллов на счет а мы ждем буковку ш это вероника у нас кто швабра швабра замечательно буква э у нас на очереди еще три буквы осталось в алфавите пожалуйста сергей каминный экран здорово я не понимаю то какое отношение это имеет к букве а экран нет это не экран где вы здесь видите экран экрана нет экран это то что ставят перед камином перед настоящим для того чтобы искренне вылетали да а это не экран а что это электрокамин электрокамин браво вероника вот но уж проснулась так проснулась под конец раунда вероника специально для вас я намекаю что еще осталось две буквы внимание внимание на экран буква ю молодец вероника что это замечательно где вы раньше были мы уже давно играем вероника ну-ка давайте а буковка я и вновь вероника ну ящик какой почтовый ящик здорово здорово представляете сколько вы могли принести своей команде если бы с самого начала нашли кнопку на своем столике отлично друзья нам осталось увидеть самую интересную картинку этого раунда двадцать один тридцать два достаточно большую фору получили в этом или дали политологи своим соперникам или завоевали большой разрыв достаточно укрепили свое преимущество в этом раунде участники команды сокровища агры впрочем 9 очков во втором раунде это еще ничего не значит что я напоминаю что раундов у нас целых пять и все и самое интересное у нас где впереди поехали меня зовут михаил марфин и я ведущий интеллект шоу мне не придумаешь я люблю об этом напоминать извините уж перед началом третьего раунда потому что именно в этом раунде я покидаю свое место ведущего и уступаю его гвоздю программы тому самому замечательному человеку который приходит сюда и занимает мое место и сегодня я с большим удовольствием представляю вам совершенно замечательного гвоздя программы хотя вот знаете возможности русского языка не позволяют адекватно это все представить потому что невозможно не представляя этого гвоздя программы не сказать что это очаровательная женщина да странно как то звучит словом встречайте ведущего нашего сегодняшнего конкурса певицу владу здравствуйте я ушел с удовольствием предоставляю вам место вы полноправный ведущий я ваш ассистент единственное о чем могу напомнить что задавать свои вопросы вы будете начиная с уступающей пока команда вот стоя они называются политологи это сокровище агры а дальше все в ваших руках здравствуйте михаил спасибо большое за предоставленную возможность здравствуйте уважаемые игроки приветствую телезрителей канала ств ну что все мои вопросы сегодня будет связаны так или иначе с музыкой поэтому готовы хорошо приступим первый вопрос известный рок музыкант боб дилан однажды сказал важен не я важны песни которые я несу к слушателям с человеком какой профессии сравнил себя боб дилан 10 секунд я напоминаю для того чтобы выдвинуть собственную версию ну и в случае если она кажется неправильной то два очка попытается завоевать и другая команда вот собственно пока я все это говорил отвечает видонника ну мы думаем что это флагман кто флагман человек который несет боевое знамя флагман есть логика наверное в этой версии но к сожалению это неправильно это неправильно тогда мы спрашиваем у сокровищ агры ну наша версия почтальон абсолютно верно а вот почтальон оказалось правильно ну что ж укрепляют свое преимущество укрепляет свое преимущество сокровищ агры и им же задается следующий вопрос в первую очередь вопрос звучит таким образом по мнению знаменитого джазового музыканта луи армстронга музыка бывает только двух видов назовите эти два вида ну наша версия музыка бывает двух видов надеемся что наша белорусская только первого хорошая и плохая абсолютно верно это замечательный вопрос который позволяет да все почти все знают это выражение но мало кто знает что сказал это первым да луи армстронг спасибо вам огромное что вы нам об этом напомнили как то вы очень быстро отвечаете давайте ну пусть подумайте хоть как-то помучитесь что следующий вопрос рок музыкант джим моррисон однажды высказал такую мысль в мире есть такие вещи о которых мы имеем представление и такие вещи о которых мы представления не имеем что по его словам разделяет эти два вида вещей мы считаем что это наша версия музыка и все остальное хорошая версия но хотелось бы напомнить вам о том что джим моррисон был лидером группы the doors подождите 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 а другую версию другой команды ничего страшного ничего страшного да ну и может быть разделяет то что мы знаем и не знаем воображение хорошо что я начала рассказывать потому что эта версия тоже неправильно он был рок музыкантом группы который в переводе на русский означает двери поэтому так он говорил именно таким образом он объяснял название своего коллектива именно двери разделяют то что мы знаем и то что мы не знаем ну вот будем знать ну и есть еще один вопрос насколько я понимаю который может быть задан команде сокровища агры лидер группы queen фредди меркьюри в одном из интервью сказал как это скучно просто существовать иметь только одну сторону характера которая находит отражение во всем что ты делаешь я человек противоположностей и я меняюсь каждый день с кем при этом сравнивал себя фредди меркьюри ну наша версия это хамелеон хотела конечно переадресовать вопрос второй команде но вы правы это интеллект шоу мне и не придумаешь это его четвертый раунд который по прежнему называется мой родный кут это значит что сейчас я буду последовательно каждому индивидуально задавать вопросы по белорусской тематике и нужно на них отвечать отвечать на них нужно только правильно потому что каждый неправильный ответ на такую важную тему повлечет за собой удаление игрока из этого раунда и когда у одной из команды не останется ни одного игрока вторая торжественно заработает пять баллов на свой счет но если у выигрывающей команды останется больше чем один игрок между ними еще будет проходить спарринг до тех пор пока не определиться единоличный победитель потому что именно он получит наш традиционный совершенно феноменальный приз специальный приз этого раунда но собственно про все я напомнил и теперь осталось напомнить про последнее что это единственный раунд в котором мы начинаем с выигрывающей пока команды вот с того дальнего края студии и поэтому я обращаюсь к сергею в первую очередь с первым вопросом и так какой город находится в месте впадения реки муховец в западный бук рискну предположить что это брест вы рискнули и победили это брест действительно вероника как у вас с географией замечательно отлично сейчас посмотрим на сколько на какой реке стоит город гомель на реке сош действительно замечательно у вас вот холодильник швабра и и река сош евгений переведите на белорусские слова смородина а евгений всю ночь читал словарь но до буквы с не дошел парэшка парэчка совершенно верно браво дочитал все таки до буквы с замечательно алена вы догадываетесь да что сейчас будет догадываюсь переведите но не догадываетесь что именно переведите на белорусский язык слово земляника это суницы ну хорошо действительно суницы предположим ну а вы анна в таком случае посмотрите на экран и ответьте как называется памятник который находится рядом с гостиницей минск изданием комитета архитектуры городостроительства мин горисполкома ну как нибудь назовите его как вы думаете кто это вот видите почти правильно вот все таки ну он зодчий называется к сожалению да потому что надо было точное название дать но ну а могли бы могли бы правильно сказать но теперь точно будете знать что памятник называется зодчий и открыт он в 2007 году в честь всех зодчик строивших минск вероника вам зодчий уже не попадется вас я попрошу ответить на вопрос какой памятный знак находится на октябрьской площади в минске там расхождение дорог как он называется нулевой километр ну давайте посмотрим на экран и поймем что это действительно нулевой километр браво вероника вячеслав в каком виде спорта выступает алла цупер гребли гребли алла цупер поздно алла цупер уже пошла выступать в греблю хотя до этого была олимпийской чемпионкой по фристайлу представляете какое вообще говоря неудовольствие сейчас испытывает алла цупер на свободное от основной работы время понятно понятно ну хорошо дмитрий не переживайте так сильно у вас пока счет 42 вы еще пока идете вы еще пока идете без потерь поэтому вы совершенно спокойно так не напрягаясь можете сказать в каком виде спорта выступает надежда скордино биатлон биатлон совершенно верно ну что ж вот мы прошли первый круг и как видите как видите в этом в этом раунде пока преимущество у команды политологов мы начинаем второй круг начинаем с сергей я впрочем хочу напомнить что здесь и один какой-то человек да может остаться здесь и один в поле воин да он может обыграть всю остальную команду поэтому вот сергей евгений на вас вся надежда сергей скажите нам пожалуйста назовите нам пожалуйста белорусского драматурга и театрального деятеля первого народного артиста бсср нет не знаю не скажу не скажете знаю но не скажу ну хорошо теперь будете знать и говорить владислав голубок его звали сергей оставляет в одиночестве евгения в своей команде а мы обращаемся к веронике которая далеко не в одиночестве и нам сейчас ответить на вопрос назовите белорусского драматурга автора сценария фильма белые росы нет к сожалению не назову назвали бы какую-нибудь драматург для разнообразия к сожалению не назову никакого драматурга правильный ответ да хорошо тогда запоминайте вероника алексей дударев евгений скажите пожалуйста какая птица изображена на гербе города миоры аист 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 действительно птица евгений но не она изображена на гербе города миоры там изображен лебедь друзья ответственный момент политологи завоевали пять баллов и заметно сократили разрыв в счете он стал в общем не уже явно не фатальным перед перед последним раундом тем не менее у нас осталось еще три человека у политологов и надо сказать что давненько у нас не было ситуации когда целых три человека продолжают воевать за главный приз конкурса мой родный куд итак алена скажите пожалуйста какое транспортное средство изображено на гербе города барановичи я конечно точно ответа не знаю но пусть будет троллейбус троллейбус на барановичах я думаю что троллейбус если и должен быть где-то изображен то на бобруйске понимаете то что он там ходит а в барановичах ходут ходят паровозы и там ситный да там же большое депо узловая станция паровоз там изображен в общем я так понимаю что выиграет тот кому не успеют задать вопрос но тем не менее вероника попытайтесь какую планету наши предки называли миловицей венера венеру браво браво совершенно правильно ну тогда вы дмитрий ответьте какую птицу белорусы также называли конопляником соловей нет воробей так что вероника вероника становится победитель этого конкурса абсолютно справедливо она действительно ответила на вопрос которые были заданы она по праву получает замечательный фолиант под названием беларусь и там действительно огромное количество очень интересных сведений о белоруссии и совершенно потрясающие фотографии наш традиционный приз ну что ж а мы еще раз смотрим на табло и понимаем что вот такой счет далеко не фатальный счет хотя понятное дело что настроение так настроение победителей слегка больше должно посещать членов команды сокровища агры нежели их соперников тем не менее все покажет финальная битва да именно финальная битва так называется последний раунд интеллект шоу умнее не придумаешь и действительно в ней все решится и действительно 12 баллов разрыва на табло у наших команд это совершенно не фатальный разрыв поскольку в этом раунде не только интеллект решает исход сражения но и в значительной степени фортуна которая у нас выступает в виде генератора случайных чисел компьютера вот а вот влиять на него капитан и команд могут исключительно с помощью кнопочек на своем игровом столе так я напоминаю что уступающая пока команда точнее ее капитан нажимает на кнопочку таким образом останавливает ряд случайных чисел мы видим на экране некую цифру от 1 до 5 именно это именно такое количество баллов в случае правильного ответа получит команда правда есть еще звезда та самая звездочка которая означает что команда получает в два раза больше чем соперник ну и последнее о чем стоит напомнить что начинает отвечать на вопрос та команда у которой больше очков выброшено на табло ну что ж попробуем да попробуем впервые команды начинают бороться за свою фортуну пожалуйста дмитрий ну один то тоже очко в принципе если ответить будет хорошо я доверен нажимать на кнопку нашему талисману агрику пожалуйста ну в общем ну для начала он явно победил да талисман в данном случае явно победил не так чтоб сильно много но первый вопрос таким образом будет задан вам итак в античном мире статуи речных богов делались из белого мрамора и только одна река изображалась чаще всего черной такова ее статуя воздвигнутая по указанию императора Веспасиана из черного базальта и несколько других назовите эту реку ну командная версия что это лето лето то есть вы считаете что ну лето же это мифологическая река да вы же понимаете ну да логика есть во всем этом деле царство о мертвых нет 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 это не лето и и какая там еще была у древних греков тем более что это были римляне а лето было у римлян мы считаем что это тибор почему тибор он возле рима и поэтому он должен изображаться черным ну тибор ну тибор то что ну если все реки тибор для них самая обычная река друзья стикс стикс вот как раз это та самая река которую у греков если мне не изменяет память которую римляне звали летой вот понятное дело здесь была логика но какая логика в том чтобы тибор изображался черным в отличие от всех остальных рек которые изображались беломраморными статуями да а это из черного базальта да нет друзья ну это нил понимаете потому что там где-то там вот в районе истоков нила там уже были может быть черная африка да 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 чернокожие люди уже жили вот но во всяком случае это нил ну и никак не изменилась ситуация турнирная продолжаем играть у нас еще есть три вопроса и все еще может измениться и значит завораживающие заклинания я произношу как обычно пожалуйста Дмитрий четыре балла ну сами попробуйте или по прежнему талисман доверяете да ну хорошо талисман имеет право понимаете он что хочет он определяет а как два так сразу маленький понимаете хорошо итак уважаемые политологи вам в первую очередь вопрос за правильный ответ на который вы получите четыре балла представителя какой профессии распространенный афоризм называет жестоким музыкантом берущимся исполнить на флете мелодию предназначенную для скрипки а чё шепотом ну называйтесь вероника ответили ну на самом деле мы не смогли прийти к такому единогласному мнению но мы думаем что человек который в принципе может не браться свое дело это учитель который учитель и это жестокий музыкант берущийся исполнить на флейте мелодию предназначенную для скрипки то есть логика ваша заключается в том что этот человек заставляет да человек который не умеет да что то делать но в таком случае получается что флейта это ученик ну не совсем да не совсем не совсем логика не совсем точный афоризм а тем не менее если бы этот афоризм был таким не точным он вряд ли был бы столь распространенным итак ваша версия все работы хорошо выбирай на вкус но вызывает некий трепет профессия зубного врача стоматолога то есть он берется на чем же он что вы тогда называете флейтой ну их 32 обычно флейты 32 где это аллегория то есть это вот те звуки которые издает человек в процессе приема стоматолога это то на чем он играет да скорее скрипка там уже когда он чем-то там играет ну ту логику я мог бы назвать не точной а вашу в пору назвать несколько странной вот друзья мои все гораздо проще ну смотрите жестокий музыкант отберущийся исполнить на флейте мелодию предназначенную для скрипки это всего лишь переводчик человек который никогда не может адекватно передать то что да ну представьте себе действительно действительно точно передает афоризм вот те мучения с которыми сталкивается любой в общем переводчик ну что ж поехали дальше что-то не меняется у нас да половину уже прошло активизировались Дмитрий я вижу да ну сам понимаю четыре вот вот так надо было с самого начала тела первых жителей Северной Америки встреченных Колумбом по мнению ряда исследователей были разрисованы краской а какого цвета vidéской билей bum вспоминая все ковбойские романы от той эпохи может быть поэтому их называли краснокожие красные абсолютно правильно но для этого за shock Надо сразу вспоминать ковбойские романы Ковбои появились еще через там 300 лет Краснокожие И вот теперь, друзья мои У нас остался всего один вопрос За который, как вы помните Максимально в этом раунде можно получить 10 баллов, но разрыв больше Поэтому мы можем поаплодировать команде Которая в этот момент Стала победителем отборочного тура Можем поаплодировать команде Сокровища Агры Но тем не менее, друзья, как по традиции Ну что же у нас так и останется этот вопрос Недоигранный, в любом случае Политологи как минимум Жаждут, если не реванша То, ну какого-то такого Красивого Красивого финала Назовем его так Итак, 1 декабря 1990 года Француз Филипп Казет И англичанин Грэхэм Фак Пожали друг другу руки Это рукопожатие вошло в историю А что в тот момент Находилось над ними У нас несколько версий Но мы считаем, что это Ла-Манш Ла-Манш, конечно Это было соединение Того самого тоннеля Знаменитого Ну вот, вот состоялся Гол престижа Или как хотите его называть Во всяком случае Это было доказательство того Что команда политологов Была сегодня достойным соперником Замечательным Который на полном праве С полным основанием Мог претендовать на выше Но, да, чуть меньше повезло С одной стороны С другой стороны Соперник, который им попался Действительно по праву Оказался сильнее Что ж, аплодируем Как обычно Сначала уступивший Команде политологов И напоминаем Что сайт Телеканала СТВ Продолжает работать И принимать заявки И тот, кто приходит В нашу игровую студию Вовсе не обязательно Приходит в нее Единожды Так что мы будем ждать Вас вновь Сначала на нашем сайте А потом и в нашей студии Для того, чтобы вы Не забыли об этом С удовольствием От имени канала СТВ Вручаем вам памятные призы Ну и свои Аплодисменты Ну а теперь, дорогие друзья Наши аплодисменты Очередному победителю Очередному полуфиналисту Нашего белого сезона Собственно, это третий полуфиналист И нам осталось Определить только Последнего Четвертого Это будет в следующей игре Ну что ж А теперь мы Приветствуем победителей Приветствуем Очередных полуфиналистов Нашего белого сезона Команду Сокровища Агры И напоминаем, что Партнер команды Сокровища Агры В интеллект-шоу Умнее не придумаешь Белый сезон Белогропромбанк Ну И если эта команда Победила единожды То достаточно велика вероятность Что она победит Еще пару раз И тогда станет Чемпионом Нашего очередного сезона И завоюет почет Слава, уважение И призы От нашего партнера Открытого акционерного общества Витязь Антенны, тюнеры, телевизоры Три составляющие Качественного просмотра Ваших любимых программ Витязь Новое качество Цифрового телевидения Ну что ж, дорогие друзья Пометуя о сновидениях древних греков Которых я вспоминал в начале Можно быть уверенным Что сон обеих команд Сегодня будет очень крепок А одну из команд Еще и сладок Что ж С этой командой Мы увидимся уже в полуфинале А вот еще с двумя Новыми командами Мы встретимся уже через неделю Так что не пропустите До новых встреч До новых встреч В интеллект-шоу Умнее не придумываешь Редактор субтитров А.Семкин